Приветствую на канале, это Тим, и я тут малость накосячил во время обзора на Константин Хеллблейзер. Суть в том, что последний 13 номер к тому моменту уже вышел, и этот комикс закончился. Да, ему не повезло начать выходить накануне очередного мини-перезапуска DC, так что сегодня мы поговорим о последнем номере Константина Хеллблейзер, а также взглянем на будущий комикс про Джона, который выходит совсем скоро. Благодаря Хеллблейзер, ребят. Надеюсь, тенденция снижения количества номеров в историях про Джона закончится здесь и сейчас. Итак, Константин Хеллблейзер, выпуск 13. Костик основательно размалевал пол, украсил его магическими символами, не забыв покрытиями свое тело. Тут используется городская магия, в прямом смысле этого слова. А город затрагивает души своих жителей, так что нейрон в пролете, а контракт формально не нарушен. В ритуале участвуют Затаны, Мертвец, Болотная Тварь и Джорди. Магия начинает действовать, Миднайт это ощущает и прерывает собрание нейрона. Хм, это Азазель? Видимо, да, ведь у него весьма своеобразный внешний вид. Черная зубастая клякса. Нейрон сбешен, Константин сделал все души в городе бесполезными. Теперь их ценность на адском рынке равна нулю. Тут же появляется Ферри и предлагает отдать город вместе с его душами в счет долга. Но, само собой, Нейрон только рад избавиться от неликвида. Джон просит Ферри об одолжении вернуть души девочек. Та соглашается, весь Костик обманул демона. Души ничего не стоят, лишь на пару часов, потом все снова нормализуется. Правда, теперь все души в Нью-Йорке принадлежат Ферри, но кому не плевать. Нашего героя вот это совершенно не волнует. Здесь другой повод для волнения, из-за которого у Костика бабочки в животе. Оливер. Наш герой с лицом. Да, я снова по имени Лад. Приходит к любовнику и говорит, что спас девочек. Но девочки уже спасены, ибо папашка решил обменять свою душу на их. А сделку заключил с Блайз. Демоница злорастствует и тащит душу очередного близкого Джону Константину Человека в ад. Отличное завершение. Джон будет менее гейским. Большая победа обернулась личным поражением. И герой сваливает из города. Ну вы на том, с Джоном Геем мы прощаемся. В серии всего 13 номеров. Да, волнен совсем ровно, местами не очень, но все же лучше, чем не 52. Или раны Денис Мейны, Миллигана и иных у Вертига. В целом, неплохо воспринимается, как законченная история. Джон поймел Блайз в начале, и Блайз поймела Джона в конце. У автора уж точно вышло создать своего Джона, которого мы не видели прежде. Хорошее завершение к Добру или к Худу увидим совсем скоро в новом комиксе от DC The Hellblazer. Первый номер которого выйдет 24 августа. А сейчас глянем на то, каким будет новый Джон. Благодаря Hellblazer Rebirth. В качестве сценариста у нас Саймон Олигар, написавший неплохую серию The Exterminators. А также лимитку Hellblazer Presents Chess the Knowledge. О ней мы поговорим в обзоре на спин-офф и автор, по крайней мере, знаком со вселенной Hellblazer. Художник Мэри Татт работал над сериями The Spirit, Elephant Man и All-Star Western. Ничего из работ Мэри Татта раньше не видел, так что это мой первый раз с ним. Рисунок весьма посредственен, недоблеватый, терпимо. С места в карьер. Джона прижал собиратель душ, но Константин, как обычно, ободит демона вокруг пальца. Правда, пришлось свалить в Нью-Йорк? Стоп. Как это продолжение в каком-то смысле прошлого комикса или позапрошлого? Быть может, тут взят только город? Скорее всего так. Но родина манит, потому маг возвращается в Лондон, где на месте его встречает Chess. Да, черт возьми, да. Лондон, чест. Неужели мы возвращаемся к неустаревающему классическому Джону? Хей! Костик все еще курит силкат. Вот только мало кому верилось, что наш герой вернется в город, ибо демон наложил не очень приятное проклятие. Пока Джон в Лондоне, его душа начинает постепенно покидать тело. Что для живого человека не очень-то приятно. Проклятие отображается размытым языком Мордора? Забавно. Джон с клинком в руке и словами «У меня есть план!» Выглядит как потенциальная катастрофа. Далее мы видим знакомую у Джона, которая почувствовала его приезд. Но стоп. И живет эта девушка? Серьезно? 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 Это что, домик хоббита? Что за... Что за две карикатурные особы? И причем чуть ли не близняшки. Хочется надеяться, что в онгоинге Маритат будет хоть чуть-чуть стараться. Жутко корявое размытие, и Джон с заклинанием распространяет проклятие на весь город. Это наш Костик. Любитель все проебывать. Он поставил на то, что демон, привыкший собирать по одной душе за раз, не возьмется за 8 миллионов. Бумажные волоки, это все эти напряги. И Джон, правда, рискнул жизнями всех лондонцев, дабы избавить себя в проклятие. Да. Вот это наш Константин. Эгоистичный мудак, привыкший ставить на кон жизни других людей. С исходом 50 на 50. Бессмысленная двухстраничная камео, чудо-женщины, шазамы и болотные твари. Зачем? Тут происходит момент, который подарил мне надежду. Поминание Астры, брата-близнеца Джона, которого он вроде бы убил в утробе, но потом слился с ним. Прожил много лет, а потом уничтожил окончательно. Смерть матери при рождении, гибель отца, видимо, из-за семьянина тут. Так же, как и в Вертига. То есть, многие ключевые моменты из жизни Джона в Вертига перенесены в этот комикс. В идеале, можно прочитать Джона олдскульного и сразу же брата за этот комикс. Не, лучше Миллигана пропустить, конечно, и Денис Мин, ну и ладно, оставим больную тему. Кстати, о больной теме Мид Демон предлагает сделку. Джон снимает заклинания, сдает Лондон Демону, а в обмен душа Астры вырывается из ада. О том, как сильно Ньюкасл повлиял на Константина, смысл, думаю, говорить нет. И он уж было согласился. Но тут появилась ранее введенная нами девушка, Меркьюри. Назвала демона по имени, и вуаля, Джонни Бой исцелен, город спасен. В конце же Мак говорит, хм, а был ли я готов пожертвовать миллионами жизней на самом деле? Хотя, не пох ли мне? Что ж, сюжет типичный для Вертига, вполне мог бы быть одиночным выпуском. Посредственным, правда. Но все же, рисунок очень плох, но вот сам Джон, ох, тот еще блюдо, гад и манипулятор. Именно таким этот персонаж и должен быть. Пока сложно что-то предполагать, но в худшем случае у нас будет комикс с плохим рисунком и сюжетом. Но отличным Джоном, так что читать, думаю, следует. Хотя, так ли нам нужен старый образ Джона сейчас? Если это будет тот же самый персонаж, то нужен ли он нам? Учитывая, что комикс будет куда менее темным и жестоким, чем Хеллблейзер от Вертига. А на этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал, спасибо за внимание и пока.